Так, ну что, мы с вами встречаемся в шоппинг-хоуле. Мои новинки, покупки одежды, давно такого не было. И я вам покажу свои заказы, прямо с распаковкой и, конечно же, примеркой. Для меня сам шоппинг. Сейчас у меня в планах сделать тренировку и выйти, наконец, в сториз, потому что я абсолютно пропала в этом плане. У меня какой-то творческий кризис, если честно, потому что я работаю без выходных практически. И когда ты нон-стопом в сети, нон-стопом с аудиторией общаешься, даже не общение с аудиторией, а вот именно создание бесконечно какого-то нового контента, оно, конечно, эмоционально выгорает от тебя. И плюс у меня сейчас уже в третью неделю сессии с психологом. Я после них вообще выбиваюсь из колеи. Я думаю, что те, кто работали или работают с психологом, понимают, о чём я говорю. Когда ты после сессии, вот у меня были какие-то планы из серии, и после сессии выехать через час по делам в торговый центр, я не могу, я всё отменяю, потому что я просто овощ. У меня вот такая голова, тело как бы тоже реагирует, абсолютно становится амёбным. И я лежу, смотрю в одну точку, мне вообще на всё фиолетово становится. Вот реально горит сарай, горит хата из этой серии. И, честно говоря, сложный период проживаю сейчас в этом плане. И хотела с вами как раз поделиться своими сессиями вообще, о чём мы там разговариваем, потому что в Инстаграме на это был просто огромный запрос. Так что будет сейчас немножечко такого интимного и личного. Переместилась я к дивану поудобнее, чтобы у нас с вами была такая более расслабленная атмосфера. В общем, сессии у меня идут уже четвёртый раз на протяжении трёх недели. С каким запросом я пришла? Улучшить контакт в отношениях с партнёром, по всем своим вопросам, которые меня не устраивают, партнёры не устраивают, Диму. В общем, как нам найти эти точки соприкосновения, потому что во многом мы очень разные. Я эмпатичная, я тактильная, контактная, безумно и при этом тревожная. И вот, ну, в общем, я за вот такое соединение. Я была уверена, что я созависимый человек, что у меня созависимые отношения, и вообще всё плохо. Вот, а Дима такой более избегающий тип привязанности. Он сам по себе холодный, чёрствый, не умеющий прожить эмоции и не умеющий принимать эмоции извне, те же самые комплименты и там слова любви и так далее. Ему неловко от этого. В общем, мы разные. И вот, ну, как-то нужно уживаться, потому что ни его, ни меня такая ситуация не устраивает. Из-за этого у нас есть, ну, некого характера конфликты. Вот. И, значит, на первой сессии мы пошли вообще полностью в меня, в родителей, хотя, естественно, я уже была у психологов, каждый раз это происходит. Я уже там, в принципе, плюс-минус всё знаю, понимаю. И сама психология активно увлекалась. И постоянно в рефлексии нахожусь, анализирую какие-то вот взаимосвязи своих паттернов поведения с детством, с родителями. Может быть, я копирую маму и вот это всё. И так, глобально я примерно понимаю, откуда какие корни растут. Естественно, мы туда пошли, очень много говорили про маму. В итоге первая сессия вообще была не про отношения, не про Диму, а про меня. Про мои реакции выяснилось то, что в очередной раз выяснилось то, что я спасатель. Спасатель просто какого-то сотого уровня, вообще пуленепробиваемый. Вот, мы с этим разбирались. Соответственно, что спасатель — это вообще ни разу не хороший человек. То есть в моём понимании я хочу всем помочь, я там участвую в проблемах других людей. Это могут быть и близкие, друзья, и просто какие-то вообще абсолютно мне незнакомые люди, левые там или вообще которых я вижу впервые в жизни. Я включаюсь. Если просто у вас такое тоже есть, вот хотя бы примерно понимать, что это не есть хорошо, и это тоже форма вообще агрессора, что человек занимается спасательством из благих намерений, конечно же, но преследует свои цели. И цели самоудовлетворения какое-то, вот возвышение себя над другими, хотя мне это вообще слышать даже, ну, противно, потому что я таких целей не преследую, это происходит бессознательно. Пока что я это принять не могу, но я понимаю, что это ненормально, меня это травмирует частенько, моё вот это спасательство и то, что я настолько отдающий человек, поэтому нужно с этим работать. Вот я прям взяла себе за правило себя контролировать. Пока человек не попросит о помощи, не спросит совета, сам, ну, то есть не придёт ко мне за каким-то моим контактом, я вообще моя хат с краю. Но это такой долгий процесс, то есть нужно отслеживать свои вот эти вот реакции и убивать предыдущие паттерны поведения. Второй сеанс. Мы разбираем вот отсутствие какой-то там тактильности, внимания, комплиментов со стороны Димы и так далее. Почему это происходит? Уходим опять моих родителей в семью. Выясняется, что я себя ставлю в позицию мамы в отношениях, а Дима, естественно, в позицию ребёнка, из-за этого ничего не получится, и у нас вообще треугольник Карпмана, спасатель, жертву, агрессор. В общем, полный букет. Вторая сессия, я пока её так и не доанализировала, потому что мы там больше, опять же, уходили в папу, маму, как они там разошлись, кто на какой позиции, там определённый был тест, дан мне с королём, королевой, принц, принцессой, если вдруг у вас были сессии, у вас были подобные тесты, то вы и поймёте. В общем-то, я была на позиции принцессы, Дима принца, король у меня вообще брат, мама тоже принцесса, а не королева. В общем, всё перемешалось в первую дно. Дали задание. Просто визуально и в голове переставлять всех на нужные роли. Рисовать кружочки каждый день на протяжении 21 дня, думать каждый раз, чтобы каждый человек был на своей позиции. Ну, это такая просто работа с бессознательным. Третий сеанс. Мы разбираем там ревность какую-то, мои реакции уже просто зашкаливающие, на какие-то банальные ситуации простые, по причине того, что у меня есть дефицит внимания в отношениях. Как бы это абсолютно открытая информация. Соответственно, да, мужчина не может там, не умеет, не может, он реально вот просто вот ему тяжело это высказывать, ажи том через рот, комплименты, там, слова любви, восхищения и так далее. А всем женщинам это нужно. И как выясняется, да, на сеансе, что в принципе ревность, нет такого, забудьте вот правила, ревнуй тот, кто не уверен в себе. Это тотальнейший бред. Ревность может быть вообще какая-то к моментам, не к конкретному человеку, не обязательно к женщине, не к чему угодно, к какому-то отдельному времяпрепровождению, абсолютно даже к неживым там, да, существам, к, не знаю, к игре в PlayStation, к чему угодно она может проявляться. И здесь вопрос дефицита внимания, и то, что женщина чувствует себя стабильно, в безопасности, это самое важное для женщины в отношениях, стабильно в безопасности, и вот в каком-то состоянии покоя, когда у нее этих дефицитов нет, когда все потребности закрыты, мужчина всем своим видом, делом, тактильно и словами, вот все должны пункты быть перечислены, он проявляет любовь, он ее доказывает, показывает, да, другое слово можно использовать. Женщина это чувствует, каждый клетчика своего тела, и у нее эта тревожность, и вот этот фон беспокойства, куда он пошел, а почему он там не ответил 5 секунд, ну вот просто я примерно говорю, то есть я там не парюсь, если мне 5 секунд не ответил, сейчас не надо, то комменты сразу, просто примерно, чтобы вы понимали. У каждого это будет свое, но те, кто понимают, у кого отзываются, я думаю, что мысли вы поняли. Женщина начинает доебываться, начинает искать какие-то зацепки бессознательно, не специально, не с целью там кому-то отомстить, делать плохо, вынести мозг, я в целом человек, который мозг никогда не выносит, если у меня есть какое-то недовольство, претензия, что-то меня очень обидело, я говорю об этом спокойно, дипломатично, из серии, Дим, мне вот это, вот это не понравилось, почему вот ты так ответил, или почему ты так сказал, это сделал, вот. Другое просто, что человек, да, партнеры, реагируют на это агрессии, защитные реакции, и это тоже вызывает конфликты, это уже работа отдельно, другого человека над собой, вот, но мое поведение, мои вот эти вот вспышки тревожности, а я и так повторюсь, очень эмоционально тревожный человек, когда вот эта вот дефицитная такая полоса, как база, в ней там можно развлекаться вообще как хочешь, то есть в плане того, что додумывать, накручивать, паниковать, дорисовывать сюжеты, которых не было, и, соответственно, появляется вот это вот колоссальнейшее какое-то недоверие, колоссальнейший буст, ну, я не знаю, конфликтов, еще чего-то, и все, и как бы вы из этого круга выйти не можете, поэтому, если у вас так же стоит донести своему мужчине, либо самостоятельно, если он готов это услышать, что это ключ к решению проблемы с ревностью, недоверием, если нет, как бы, естественно, каких-то ярких поводов из серии, он там, не знаю, обнимается со своей коллегой, или она у него сидит на коленках, это вообще понятно, я имею в виду, что вот какие-то уже там, знаете, такие мелочевые ситуации, посмотрел дольше одну секунду направо, дольше двух секунд налево, вот это, здесь уже важно мужчине донести, что, ну, как бы вам не хватает этого подтверждения любви, если это правда так, то есть я по себе знаю, что мне этого не хватает, это факт, либо он способен этим сам поработать, больше этому внимания уделить, может быть, ваш мужчина не черствый, там, да, он очень даже романтичный, тактильный, вообще готов вам там слова красивые говорить, но он там условно забыл, устал, заработался, и просто значение этому не придал, в другой момент, если это в характере человека, и он не способен проживать ярко эти эмоции, выдавать их, возможно, чтобы он тоже занялся с психологом, хотя бы два-три сеанса, вот на эту тему, покопаться, почему у него так, потому что я смотрела очень много вебинаров психологов, занималась нескольким психологом, и все в один голос говорят, то, что все люди по природе своей чувствительны, все люди рождаются с полным спектром эмоций, тоски, грусти, возмущения, счастья, эйфории, радости, умения радоваться, там, не знаю, листочком, цветочком, небу, солнцу и так далее, все дети такие, а потом почему-то у некоторых это остается к 30-40 годам, а у кого-то это купируется, и куда-то вот как будто бы испаряется, но это происходит не просто так, соответственно, были какие-то ситуации в детстве, банально, растет мальчик в семье, полный даже, например, в семье любящий, ну, папа у него вот с заскоками, со своими травмами, и он говорит ему все детство, что ревешь, что как там сопляк, ты что, блин, как пидорас там хмычешь, хватит, давай, раз, зажалось эмоции, не привлечь слезы, например, расстройство свое. У ребенка это переходит в агрессию, у взрослого человека это тоже в агрессию, потом перерастает на всех, на все неконтролируемую и бессознательную. Потом папа говорит, там, мальчик пришел, не заделал какую-то поделку, да, или к маме, и говорит, вот, смотри, я там слепил из пластилина, или из лего собрал, включаются родители обесценивания, ну и че, а чем гордиться, я в твоем возрасте там побольше собирал, к примеру, все оккупируется, эмоция, вот эта вот гордость из-за себя, счастье какого-то, от каких-то простых вещей, это просто два примера банальных, но такого в детстве может происходить сотни раз, и представьте, какая личность вырастает. Если еще жестче ситуация, то я вообще молчу. И вырастает человек, который зажал в себе эти эмоции вынужденно, потому что, ну, он еще был ребенком, ему было непонятно, как на что реагировать, папа сказал не плакать, ну все, я больше не грущу, не даю возможности себе приобретать эти чувства. Мама сказала не радоваться за то, что я какой-то поступок сделал, или там что-то создал руками, там, да, ну, значит, какая-то это ерунда. И все, человек вырастает вот таким вот черствым, очень каким-то стратегическим, либо вообще в депрессию скатывается, но всех празднованно фактом, что человек не умеет проверять чувства, и отсутствует эмоциональный интеллект. Все, приехали. И потом он живет, и каждый своей женщине или жене говорит, ну я вот просто такой сухарь, принимай меня таким, какой я есть. Но на этом крайне редко можно построить хорошее отношение, потому что, ну, редко так будет, что встретятся два сухаря, им будет вдвоем хорошо. Если так, то, наверное, это имеет место быть, но, опять же, с точки зрения психологии, хорошо бы им обоим тогда пойти к психологу и это проработать, потому что я, честно, не понимаю, как живут люди, которые вот настолько в себе зажали эти эмоции, и их стесняются, их смущаются, проявлять к счастью, там, не знаю, поцеловаться на улице или еще что-то такое. Ведь это столько дает буста энергии, вот когда ты настолько с открытым взглядом живешь на мир, радоваться всему, просто дню, просто каким-то вот мелочам, вот то, что у меня есть кролик. Да, блин, я такое чувство эйфории испытываю, когда я на него посмотрю или там просто вот сижу и в рандомный момент там пью кофе, читаю книгу и такая, вау, как классно я живу, я в доме, у меня тут птички поют. И это наполняет. Когда у человека этого нет, он не способен это замечать, все у него. Я даже вот представить не могу в своем сознании, как живут такие люди, мне кажется, сильно сложнее и сильно скупее по вот кайфу от жизни. И у них чаще проявляются депрессии, у них чаще недовольство собой, неудача в карьере, там, в личной жизни и так далее, потому что вот, ну, нет вот этого вот широкого такого взгляда. Так что мы все это решаем, я и Дима, вот, я занимаюсь собой, соответственно, у меня запрос не поменять партнера, он сам должен меняться, а поменять свои на что-то реакции, не под Диму, а вообще по жизни, потому что я чувствительный человек, ну, я чрезмерно чувствительный человек, с этим тоже можно поработать. Мое спасательство, мое вот это вот, отдам себя всем о своих проблемах не подумаю, то есть отсутствие какого-то здорового эгоизма и так далее. Очень интересно, сложно, если честно. Вчера вот первый раз на сессии я заплакала, потому что мы возвращались в ситуацию годовалой давности нашего конфликта одного с Димой, где мне было очень сильно обидно, максимально сильно за все наши отношения. Для меня прям это было какое-то такое предательство, и оно не связано никак с другими женщинами, девушками и так далее. И я заплакала от того, что, ну, то есть мы делали такую практику вернуться к себе той 28-летней, что бы я ей сказала, как бы я ее поддержала, потому что мы должны сами свои частички души, которые где-то травмировались в прошлом, вернуть назад, забрать оттуда, а не застрялись. То есть когда происходит какая-то травматичная ситуация, неважно какая там, да, измена, кто-то умер, потеря работы, еще что-то такое, личные переломы, либо более, менее значимые, да, какие-то проблемы, но все равно там была сильная травма, обида, боль, прям вот все, прям вот душа развалилась. Грубо говоря, как Барри Поттер, частичку вашей души остается там, и потом как бы оно все за собой тянется, и пока вы сами себя оттуда не вытащите, не пожалеете, не заберете, чтобы вы там не оставались, нет дальнейшего роста и пути. И вот мы вернулись в ту ситуацию, там с определенными практиками, визуализациями, прям полными, я это, ну, умею прочувствовать очень сильно и чутко. И я расплакалась от того, насколько мне реально вот было жалко у себя, и как она была беспомощна и там обижена. Вот. А так до этого в целом я просто вот рационально все рассуждаю, уже психолог мне говорит, Анастасия, ну, вашего рационализма просто не отнимать, как вы рассуждаете, как вы пытаетесь там за свою справедливость и правду бороться и свой взгляд, но, в общем, работа предстоит нехилая. Так что я поделилась с вами супер личным, если честно, не знаю, мне кажется, немногие блогеры так делают, но у меня сейчас сложный такой этап, переворот, я от него получаю удовольствие, потому что, блин, психология — это реально топ, это круто. Книги читать и к психологу пойти, это, конечно, уже другой уровень, потому что, ну, я была до этого у психологов по запросам, вот, сейчас дотянула уже до того, когда они у меня появились, эти вопросы-запросы. И знаете, что самое классное? Вот, опять же, если говорить о чем-то очень личном, отношений идеальных не бывает, у всех есть конфликты, есть несостыковки, у кого-то меньше, у кого-то больше, у нас с Димой, вот я говорю, мы просто диаметрально противоположны в некоторых моментах именно характером, там, да, и личности. Но самое классное это осознавать то, что есть за что бороться. И меня психолог, естественно, тоже там на второй на третьей сессии подводила, ну, вопросом, еще чем-то к тому, вообще, зачем я в этих отношениях. И так, тонкая ниточка в контексте, типа, из серии, ну, может быть, расстаться лучше. А я говорю, нет, моя цель сохранить отношения, и у Димы такая же цель, и он к психологу тоже пошел с этим же запросом, что сделать, чтобы вот еще, ну, еще больше создать для этих отношений почву, улучшить их, и, естественно, сохранить, потому что классно понимать то, что какие бы ни были у вас конфликты и разногласия, вы друг друга любите, пипец как сильно. И вот, про созависимость не договорила, я была крайне удивлена, что я не созависимый человек по жизни, и мои отношения не созависимы. Я была в этом убеждена. Вами, подписчиками, друзьями, в течение своей жизни, даже в своих прошлых отношениях. Я вот просто всю жизнь это слышала со стороны, типа, да ты созик. Ну, и как-то анализировала, и думала, ну да, наверное, если я хочу проводить много времени с партнером, я созависима. Если я хочу знать, где он, и чтобы он знал, где я, я созависима. Оказывается, нет, это абсолютно нормальная взрослая позиция, взрослые отношения с определенным уровнем близости. Вот. Для меня это прям было приятное удивление. Я такая говорю, в смысле я не созависима? Вы прикалываетесь? Типа, ну, у меня весь список, мне кажется, под этот диагноз подходит. Она говорит, нет. Так что, да. И вот, на самом деле, это мне было приятно услышать, потому что часто любовь путают с созависимостью, с привязанностью и так далее. я в этих отношениях не для чего. Я в этих отношениях только для любви и для комфортного пребывания с партнером и у Димы абсолютно так же. То есть, мы оба не получаем никакой выгоды, там, ни материальной, ни еще какой-то. Оба дохрена работаем над этими отношениями. Казалось бы, уже просто можно было тысячу раз плюнуть и сказать, все, просто, все, пока. Иду дальше искать там себе принца, а ты ищи себе принцессу, там, свою идеальную женщину и все. И просто давайте не будем другу ебать мозги. Но мы в этих отношениях остаемся, потому что есть чувства и потому что никто не хочет никуда рыпаться и искать замену. Готовы поработать над собой. И это классно, потому что, вот я уже говорила, мне кажется, как-то на Тубе, что мне не нравится тенденция и от многих психологов, кстати говоря, тоже в целом в обществе. Вот эти вот серые флаги, личные границы, бежать из отношений, когда что-то не устроило и по факту все одни. Вот. Я просто друговзглядная. Это, если глобально ничего плохого не происходит, ну, я уж там молчу про измены, бьет, наркоманит и еще какую-то хрень, и, ну, прям жести какой-то нет. Есть сто процентов любовь, есть чувства и есть вот желание быть вместе, но не хватает каких-то еще там кубиков, кирпичиков и их можно заложить, их можно восстановить, благо есть реально классные специалисты, есть книги и есть желание внутреннее, все возможно. Я знаю, например, пар, которые вместе, там, 40 лет, 35 лет, и они прошли очень многое, и расставаний, и ссоры, и психологов, и семейных психотерапевтов, и чего только не было там у них, но, да, отношения, это нелегко, и это мой выбор, и выбор Димы, быть в отношениях долгих, и никто не хочет ни на что это менять. Так что, вот такая вот новость на 20 минут в этом влоге. Я, наверное, даже не буду делать никакой монтаж и каты, потому что это было все на одном дыхании, и хочу оставить это так. Буду очень сильно ждать ваши комментарии, надеюсь, без негатива, прям хочется вашей обратной связи, если вам вообще это интересно, и какие у вас мысли появились, инсайты, вот что у вас в голове отозвалось после этого моего монолога. Пойду сейчас читать портрет Дарьяна Грея, заказала себе книгу, это моя одна из самых любимых книг, читала ее последний раз лет в 17, первый раз в 15 лет, и вот решила перечитать. После того, как я показала вам свои покупки. Так, и в конце этого видео хочу вместе с вами нанести автозагар, и посмотрим, как работает реклама у блогеров. Автозагар, это сейчас не реклама с моей стороны, называется Zeytun, я видела постоянно в сторис, в рекламах, на Wildberries он продается у разных блогеров, и я его заказала, стоил он что-то 1400 рублей, так, хочется его открыть, как тебя открыть-то? Open, о, заработал, так, это какой-то вот такой розовый крем, и я сейчас хочу нанести его на ноги, и результат покажу себя в инстаграме, до-после, прям интересно, потому что я все время пользовалась St.Morris, я вам об этом рассказывала, стало интересно, как работают другие автозагары, потому что St.Morris, он сразу дает оттенок, то есть ты наносишь, он как бронзатор, он очень темный, и через 6-8 часов его нужно смыть, чтобы не было вот этих верхних таких пятен темных, этот автозагар будет проявляться со временем, надеюсь, я себе пятна не сделаю, в общем, этот влог, это видео получилось таким душевным, с шопингом, и я вам рассказала про свои сессии, буду очень ждать обратной связи, потому что мне это важно, вот, сейчас нанесу по всему телу равномерненько автозагар, и желаю вам хорошего настроения, буду ждать ваши комментарии,